Андрей Белоусов призвал национализировать природные ресурсы России, которые сейчас принадлежат олигарху. В последние годы все больше политиков и общественных деятелей говорят о необходимости реформирования экономической системы России. Одним из самых громких последних заявлений стал призыв министра обороны Андрея Белоусова о возвращении природных сокровищ и недр в собственность государства. Это решение, как объяснил Белоусов, является одной из мер, обсуждаемых правительством для национализации природных ресурсов. Россия всегда отличалась особым отношением к идее справедливости. На протяжении веков фундаментом существования страны была именно эта идея. Но три десятилетия назад Россия изменила своему смыслу, построив самое несправедливое государство на планете. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире по разрыву между бедными и богатыми, и эта пропасть становится все глубже, заявил Белоусов. В Советском Союзе уравниловка была чрезвычайно сильной. В буржуазной России разрыв между верхами и низами также чрезвычайно силен, но в противоположную сторону. История показывает, что крайности всегда утомляют народ, и он стремится избавиться от них. Разрыв между бедными и богатыми в России усиливается, и это всегда происходит перед концом, продолжил Андрей Белоусов. Кто же создал самую несправедливую систему на планете? Ответ на этот вопрос заключается в действиях великих приватизаторов четверть века назад. Приватизация, проведенная в 90-е годы, передала самые лакомые куски государства случайным частникам, а в частности криминальным авторитетом. Так возник класс неправедных собственников. Результатом этого процесса стал безудержный вывоз всех ресурсов на Запад. Неправедные собственники стали прозападными агентами влияния в России. Неправедная собственность порождает русофобских противников, а такие богатеи всегда чужие среди своих. Сколько их ни корми, они все равно смотрят в сторону Запада, заявил Андрей Ремович на своещании правительства 25 июня. Вывод напрашивается сам собой, недра должны принадлежать народу и никак по-другому. Как в Белоруссии и других странах, где природные сокровища принадлежат всем гражданам. В мирные годы несправедливое распределение недру давалось замалчивать, элиты и чиновники давили на олигархов, те что-то давали народу на бедность, и в итоге олигархату все сходило с рук. Однако ситуация изменилась. Обострение отношений с Западом заставило проблему утерянных народом сокровищ и недр выйти на первый план. В столкновении с Западом слабая Россия не устоит, и здесь проблема недр становится главной. Олигархи проявили свою антироссийскую сущность, показывая, что им не нужна сильная Россия. Первейшие условия сохранения России – это возвращение народу и государству недр и природных сокровищ. Без этого не будет сильной России, а значит, и самой России. «Возвращение природных ресурсов в государственную собственность обеспечит справедливость и устойчивость экономики страны», – продолжил Андрей Белоусов. Для реализации и национализации природных ресурсов требуется последовательная и комплексная работа. Прежде всего, необходимо провести аудит текущего состояния недр и природных сокровищ, чтобы определить объемы и местонахождение ресурсов. Затем потребуется разработать законодательную базу, и справедливый процесс возвращения недр в собственность государства. Одним из важнейших аспектов станет создание эффективной системы управления природными ресурсами. Это включает в себя как организационные структуры, так и механизмы контроля и учета добычи и использования ресурсов. Государство должно обеспечить надежную защиту природных сокровищ от незаконной эксплуатации и вывоза за границу. Для успешной реализации программы национализации необходима поддержка общественности и политическая воля. Общественное мнение играет ключевую роль в формировании политической повестки, и поэтому важно донести до граждан всю важность и необходимость возвращения природных ресурсов в собственность государства. Политическая воля также является критически важным фактором. Лидеры страны должны проявить решительность и готовность к радикальным мерам для достижения справедливости и устойчивости экономики. Только совместными усилиями правительства и общества можно добиться успеха в этой сложной и важной задаче. Национализация природных ресурсов принесет множество преимуществ. Прежде всего, это укрепит экономику страны, обеспечив стабильные поступления в государственный бюджет. Это позволит финансировать социальные программы, инфраструктурные проекты и развитие науки и образования. Кроме того, национализация обеспечит справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов. Каждый гражданин России сможет ощутить положительные изменения в своей жизни, получая доступ к качественным услугам и социальным благам. Призыв министра обороны Андрея Белоусова к национализации природных ресурсов и возвращению их в собственность государства является важным шагом на пути к справедливости и устойчивости экономики России. Это решение требует серьезной и комплексной работы, но оно принесет огромные преимущества для всей страны. Национализация природных сокровищ обеспечит стабильные поступления в государственный бюджет, справедливое распределение доходов и укрепление экономики. Поддержка общественности и политическая воля являются ключевыми факторами для успешной реализации этой программы. Сегодня в России много говорят о необходимости пересмотра приватизации 90-х годов. Андрей Белоусов высказался по этому поводу, подчеркнув, что главную реформу Анатолия Чубайса следует пересмотреть. Он отметил, что знаменитая приватизация, вероятно, стала самой важной для самого Чубайса, но последствия ее проведения до сих пор вызывают негативные эмоции у россиян. В 90-е годы Россия переживала сложные времена. Приватизация, проведенная под руководством Анатолия Чубайса, была направлена на переход от плановой экономики к рыночной. Однако у подавляющего большинства граждан сложилось устойчивое мнение о несправедливости и нечестности этого процесса. Множество людей считают, что приватизация принесла выгоду лишь узкому кругу лиц, оставив основную массу населения в проигрыше. В своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин прямо заявил, что благодаря приватизации 90-х годов у нас образовалась старая элита. Это люди, которые смогли получить в свое личное пользование огромные активы, которые не принадлежали бы им при других условиях. Путин отметил, что российские олигархи, получившие свои состояния в те годы, возомнили себя королями положения, полагая, что теперь вся полнота власти в России принадлежит им. Сегодня президент Владимир Путин снова решил пересмотрел договор с олигархами. Министр обороны Андрей Белоусов в своем выступлении подчеркнул необходимость пересмотра главной реформы Анатолия Чубайса. Он отметил, что приватизация 90-х годов стала символом несправедливости и социального неравенства в России. Белоусов выразил мнение, что настало время провести глубокий анализ и пересмотр результатов этой реформы. Общественное мнение играет важную роль в формировании государственной политики. Негативное отношение большинства граждан к приватизации 90-х годов показывает, что существует необходимость в изменениях. Пересмотр этой реформы может помочь восстановить доверие к государству и создать более справедливую экономическую систему. Пересмотр приватизации 90-х годов требует комплексного подхода. Прежде всего, необходимо провести аудит приватизированных активов и их текущего состояния. Это позволит выявить случай незаконной приватизации и вернуть государству неправомерно отчужденные ресурсы. Кроме того, следует разработать новые механизмы регулирования бизнеса, чтобы предотвратить повторение ошибок прошлого. Важно создать условия для справедливого распределения доходов и социальной справедливости. Призыв министра обороны Андрея Белоусова к пересмотру приватизации 90-х годов является важным шагом на пути к восстановлению социальной справедливости в России. Поддержка президента Владимира Путина и общественное мнение указывают на необходимость проведения глубоких реформ. Только совместными усилиями правительства и общества можно добиться справедливости и устойчивости в использовании природных ресурсов, что станет фундаментом для сильной и процветающей России. Продолжение следует...